Здравствуйте мои уважаемые зрители! На дворе у нас 19 марта и сегодня мой первый материал будет посвящен тактике. Той тактике, которой сегодня придерживаются российские и украинские военные, как она изменилась за последние несколько, пусть не недель, но дней за 10. Ну и соответственно, как дальше в связи с этим могут развиваться события. Помните, я уже делал несколько материалов по этому поводу, ссылки на них я дам в текстовой строке под видео, они появятся в интерактивной войне сразу после этого видео. Ну вот за последние 10 дней в том, каким образом сегодня ведут боевые действия как российские, так и украинские войска, знаете, появились заметные изменения. Обратите внимание, за это время почти не появляется победных реляций со стороны вооруженных сил Украины. Нет, реляции как таковые есть. Вчера была буквально последняя, что российские войска отброшены от Киева на 70 километров. Ну, с учетом того, что Генштаб ВСУ сразу же это все опровергает, понятно, с чего они стоят. Но мы говорим о реальности. О том, что российские войска сейчас уже не проходят сотни километров за пару дней и, соответственно, не подвергаются из-за этого лишней опасности. То есть в первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что вырвавшиеся отдельно группы российских войск попадают в заранее заготовленные засады и, соответственно, несут большие потери. Причем местами эта тактика вполне себе неплохо работала. Но российские вооруженные силы очень быстро к этому приспособились и сменили свою тактику. Они сосредоточили внимание на уничтожении военной техники и личного состава вооруженных сил Украины. Причем достигли огромных результатов. Чего стоят буквально несколько последних ударов по Яворовскому полигону. Так несформировавшийся иностранный легион ВСУ потерял несколько сотен человек убитыми и раненными. А остальной контингент этого так называемого легиона, по сути, бригады, растворился в поездах на Польшу. Также хочу отдельно отметить вчерашний, по сути, разгром и уничтожение, даже я бы сказал 79-й бригады в Николаеве. Официальных данных нет, но те фото, которые опубликовали шведские журналисты, которые были на месте событий, они потрясающие. По сути, бригады нет. Как я понимаю, речь идет о сопоставимых цифрах с Яворовским полигоном. А с учетом того, что часть сил бригады до сих пор воюют в районе Северодонецка и Лисичанска, а на базе была только часть военнослужащих, плюс мобилизованный контингент, то, по сути, тех частей 79-й бригады, которые дислоцировались на Николаев, не существует. Остались только те, которые сегодня воюют, ну, пока еще не в донбасском котле. За день до этого произведен был удар по Мерефе. Там были силы терробороны сосредоточены в двух точках, которые сразу же были поражены. В суммарной потере терробороны по двум объектам были более 50 человек, что является для терробороны Мерефе катастрофой. Три случая и три катастрофы, которые, по сути, обнулили гарнизоны этих мест. И такие эпизоды появляются уже каждый день. И отдельно хочу подчеркнуть, что во всех этих трех операциях российские вооруженные силы не понесли никаких потерь. И это больше всего убивает боевой дух вооруженных сил Украины. Без перспективность. То есть техническое превосходство российской армии с каждым днем становится все очевидней. И это уже приносит очевидный результат. А еще с каждым днем нарастает активность по уничтожению бронетехники вооруженных сил Украины, а также успешных примеров контрбатарейной борьбы. Одним из наглядных примеров является подавление артиллерийской группировки в районе Запорожья. Я уже отдельно упоминал этот момент. Во время контрнаступления, ну того объявленного контрнаступления в СУ, которое должно было состояться, ну формально состоялось, по факту нет, получился разгром. Причем напоминаю, штурмовые группы, которые под Киевом пошли в атаку, они попали в огневой мешок, то есть засаду, которую специально под них создали. А в Запорожье все было гораздо проще и банальней. По сосредотачиваемым силам было нанесено огневое поражение авиации и артиллерии. И атака захлебнулась, не начавшись. Также отдельно хочу обратить внимание на бои в Рубежном и Северодонецке. В первые дни наступления не было больших атак, серьезных атак пехотных подразделений, а войска Народной милиции ЛНР с преданными российскими подразделениями сосредотачивали свое внимание на уничтожение тяжелой техники, что и было произведено, в результате чего зачистка Рубежного произошла очень быстро. То есть мы видим, как меняется действие российских войск как в тактическом плане, так и в стратегическом. И это приносит результат. А вот на стороне ВСУ сегодня форменная истерика. Наглядный пример это последнее видео, которое записал штатный пропагандист, штатный военный пропагандист режима Зеленского, Леша Арестович, который впервые за три недели войны наконец-то сказал жителям Украины правду. Ссылку на этот его ролик я даю в текстовой строке под видео. Можете пойти и Лешеньке и сказать, что наконец-то вы удовлетворены тем, что он начал говорить правду. А правда состоит в том, что никаких побед, о которых Лешенька в том числе говорил три недели подряд, не существует. Наоборот, идут тяжелейшие бои и в СУ ничего не светит. Кроме абсолютно неисключенного разгрома. Но это уже я сделал свой вывод, потому что Лешенька не может произнести этих слов. Хотя перед этим говорит именно об этом. Но он традиционно призывает всех украинцев сплотиться, бороться и до, как говорится, последнего украинца. Подробно эту тему в своем ролике разобрал мой товарищ Михаил Инуфриенко. Ссылку на его ролик я также даю в текстовой строке под видео, и она появится в интерактивной ссылке сразу после этого видео. Там очень интересный разбор полетов. Рекомендую вам пойти по предложенной ссылке и также подписаться на канал моего товарища. Вот это то, что произошло. Теперь то, что можно ожидать в будущем. Я уже обратил внимание на то, опять же, у меня данные много, с разных концов Украины, стекаются из разных источников. И в целом, все сходится к тому, что руководство Украины прекрасно отдает себе отчет в том, что в ближайшие пару недель они потеряют все свои механизированные подвижные подразделения. И та тактика, которая не придерживается на протяжении первого месяца войны, она канет небытьем. Потому что не будет никаких маневровых подразделений, будет уничтожена артиллерия, по сути, уже уничтожена система ПВО. Единственная надежда на то, что эту войну им удастся затянуть, это произвести мобилизацию как можно большее количество людей. Понятно, что эти люди уже будут не маневровывать. То есть перебрасывать эти подразделения же не будет никакой возможности. Они будут пытаться теперь насытить этими людьми линию обороны, чтобы таким образом затруднить продвижение российских войск далее на запад. Именно по этой причине сегодня формируются спешно новые, по сути, пехотные подразделения. Причем по очень интересному принципу. Многих мобилизованных, которые призывают, например, в южных и восточных частях Украины, отправляют дальше в центральную часть страны. А западноукраинские контингенты мобилизованных, обратите внимание, тоже никто не спешит перебрасывать на восток. Потому что все прекрасно понимают, что восток Украины и юг Украины они потеряны. И постепенно киевский режим выстраивает линию обороны уже в центральной Украине на правом берегу Днепра. Но мне-ка это здесь официальный Киев не учитывает главное. Тот контингент, который они сегодня призывают, он абсолютно не равен тому контингенту, который сегодня сражается на фронте. Это абсолютно демотивированные люди. И еще неизвестно, каким образом они поведут себя при первом реальном столкновении с российской армией. Потому что, как показывает опыт разгромленного иностранного легиона в Явареве и уничтоженной 79-й воздушно-десантной аэромобильной бригады в Николаеве, получив серьезное огневое поражение, эти части перестают быть боеспособными. В общем, как бы там ни было, характер боевых действий уже через несколько недель сильно изменится в очередной раз. Об этом говорит все. И сводки с фронтов, и те приготовления, которые сегодня делаются на правом берегу Днепра. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. Следующий выпуск будет традиционно посвящен военной сводке, что там происходит на фронте. Дождитесь его, я думаю, он выйдет через несколько часов. До свидания.